Кинозвезда Наоми Уоттс Мы взялись за руки и стали сестрами. Я знаком с Наоми, она потрясающая актриса, и я поклонник ее творчества. Она не только замечательная актриса, но и прекрасный человек. Наоми Уоттс снимается в кино более 20 лет. По словам киноисторика Пита Хаммонда, она уникальна. Наоми выбрала для себя особый творческий путь. Ее всегда привлекало независимое кино, а не громкие проекты. Она всегда выбирает очень интересных персонажей, которых наверняка ей не стали бы советовать ее агенты. Они скорее предложили бы ей более легкие роли и подходящие ее внешности. Но вот ей самой гораздо больше нравится играть сильных, глубоких личностей. Наоми Эллен Уоттс родилась 28 сентября 1968 года в городе Шоррихемкент, Англия. Ее отец был звукорежиссером группы «Пинк Флойд». Ее родители развелись, когда ей было всего четыре. Отец умер, когда ей было семь. Наоми с матерью и братом переехали в Австралию, когда ей было 14. Ее брат стал известным фотографом, а она стала работать моделью и актрисой. Еще ребенком я знала, что хочу заниматься только этим. Но я и не мечтала быть номинированной на премию «Оскар». Я думала, что актеров только поджидают в туалетах и ваннах, чтобы взять интервью. Наоми и Николь Кидман познакомились на пробах для съемок в рекламе. Уоттс получила первую роль в кино в 1986 году, сыграв в романтической картине «Только ради любви». Затем они вместе с Николь снялись в драме «Флирт». Затем Уоттс снялась в комедии Джона Гудмана «Дневной сеанс». После чего режиссер «Флирта» Джон Дьюган дал ей роль в драме «Безбрежное саргасово море». Первой серьезной работой для нее стали съемки в экшн-комедии «Танкистка». Она играла девушку-механика, персонажа, основанного на герои футуристических комиксов. «Они дружат, но Лори все же присматривает за моей героиней». Такое часто происходит, когда люди общаются. Один все равно доминирует над другим. «Танкистка» полностью провалилась в прокате, но она дала отличный старт молодой актрисе. Наоми вскоре получила 5000 долларов за съемки в картине «Дети кукурузы 4. Сбор урожая». Также она снялась в триллере «Неопознанные» и озвучила поросенка в фильме «Бэйб. Четвероногий малыш». Затем ей удалось получить роль в фильме «Честная куртизанка». В возрасте 33 лет Наоми исполнила роль в картине «Милхолланд Драйв». Эта драма написана и поставлена режиссером Дэвидом Линчем. Я в первый раз смотрю на нее. Она такая красивая, и я... Он снял несколько фильмов, которые врезались в мою память. Персонажи в его кино всегда привлекали меня. Мне позвонили, я была в Нью-Йорке, и мне сказали, что мне нужно встретиться с Дэвидом Линчем. Я была очень взволнована. Наоми играет двух персонажей в картине «Милхолланд Драйв» «Диану и Бетти». С Дианой возникло много проблем. Она оказывается в очень тяжелой и глубокой депрессии, из которой она не может выбраться. Она боится другого персонажа, Камилу, которую играет Лаура Генри. Диана в восторге от Лауры. Она хочет быть на нее похожей. Она кинозвезда. Она очень красивая, все обожают ее и хотят быть рядом с ней. Это история любви в городе грез. Так было написано во флайерах. Милхолланд Драйв изначально планировался как пилотная серия телесериала. Когда продюсерам отказали, Линч решил снять фильм. Как удивительно снова снимать этот сюжет с теми же актерами, что и два года назад. Игра Наоми в Милхолланд Драйв была выше всяких похвал. Она стала сенсацией и победила на Голливудском кинофестивале в номинации «Прорыв года». Я просто счастлива. Здесь моя семья, для меня это особое событие. После успешной роли в Милхолланд Драйв карьера Наоми быстро набирает обороты. Год назад у меня была совершенно другая жизнь. Раньше я сама должна была обивать пороги актерских кастингов, а теперь мне звонят и предлагают роли. Это все так необычно и ново для меня. Я мечтала об этом, но все равно все это очень удивительно. Премьера проходила в Каннах, и Наоми была там, и уже можно было сказать, что перед нами будущая звезда. Отзывы о фильме были только положительны, и тот факт, что она исполнила две совершенно противоположные роли, дал ей возможность показать свой драматический диапазон, показать, насколько она разносторонняя актриса. Через год после выхода фильма «Милхолланд Драйв» Уотс снимается в фильме ужасов «Звонок». Она играет журналистку, которая расследует смерти людей, которые смотрели одну и ту же пленку. Сюжет довольно простой, что свойственно большинству ужастиков. Там нет каких-то сложных переплетений и запутанных событий. В этом кино мне удалось сыграть очень сильную личность, как раз благодаря тому, что сюжет был ясен и прост. В «Звонке» снимался новозеландский актер Мартин Хендерсон. Он был другом хита Ладжера, с которым впоследствии встречалась Наоми. «Звонок» снимался в штате Вашингтон. Там было очень пасмурно, небо было постоянно затянуто тучами, давление было очень низким, так что вся атмосфера настраивала на мистический лад. Повсюду были развешаны гирлянды и рождественские украшения, а мы снимали этот зловещий фильм. Все сцены были разбиты на части, поэтому было очень легко его снимать. У меня не было мысли, что вот сейчас будет очень страшно или очень сложно. Можно было спокойно обдумать свои действия, подготовиться к съемкам, так, чтобы отыграть сцену на «Отлично». Это было очень интересно. И действительно, фильм получился удачным. Он заработал в прокате 120 миллионов долларов. Было продано более 2 миллионов DVD в первый день продажи этого диска. Сняться в этом ремейке на японский фильм было лучшим решением ее жизни. Он принес более 100 миллионов долларов и зарекомендовал Уотс как прибыльную актрису. Нельзя сказать, что фильм получился бомбой из-за того, что там снялась Уотс. Ее роль могла исполнить любая другая актриса. Конечно, героиня обрела мистическую сущность только благодаря стараниям самой актрисы, но сюжет и фильм в целом привлекли больше внимания. Несмотря ни на что, Уотс молодец, что снялась в таком успешном кино. Несмотря на головокружительный успех фильма «Звонок», Наоми не стала отворачиваться от своих убеждений и продолжила сниматься в независимом кино. Ее следующей работой стала роль в комедии «Четверо похорон» и «Одна свадьба». Спустя три года после выхода фильма в США, этот фильм получил премию в Европе. Другой фильм, в котором снялась Уотс Банда Келли, был биографический вестерн об австралийских грабителях банков 19 века. Уотс встречалась с партнером по съемкам Банда Келли, хитом Леджером, который был на 10 лет моложе ее. В 2003 году вышла комедия Джеймса Айвори «Развод». В нем также снимались Мэтью Молдайн и Кейс Хадсон. В нем показываются забавные привычки людей. Мы все очень разные, даже если мы из одной семьи. Культурные особенности – это такая богатая тема. Надеюсь, фильм понравится. Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось. Люди ужасно смешные. Мы делаем такие глупые ошибки, и очень важно уметь смеяться над собой. Нельзя воспринимать жизнь слишком серьезно. Помимо сценария, Наоми привлекла возможность поработать с дуэтом продюсера и режиссера Исмаила Мерчанта и Джеймса Айвори. У нас были такие хорошие отношения. Они относились к нам поотически, мы ужинали вместе, они дарили нам подарки и так далее. Это было очень приятно. Развод снимали в Париже. Наоми и Кейт снимались с номинированной на Оскар-актрисой звездой МДЖМ Лесли Каррон, которая многому у них училась. Я знаю, как вести себя за столом, я знаю, как держать сигару и как дегустировать вино. Это было частью моего образования, французского образования. Но я больше ничего не умею, поэтому я должна была многому учиться у этих молодых девушек. Они гораздо смышленнее, чем я. Так что мне было приятно с ними общаться и узнавать что-то новое. Несмотря на ожидания, фильм «Развод» не принес у Отц такого большого успеха, как ее следующий фильм «21 грамм». Это драма о людях, которые познакомились друг с другом после страшного несчастного случая. Там снимались также Шон Пенн и Бенисио Дальторо. Это был один из тех сценариев, которые надо прочесть несколько раз, чтобы понять, о чем идет речь. Когда ты смотришь кино, тебе все понятно, но когда ты читаешь, ты в совершенном замешательстве, ничего не понимаешь. Перед тобой новые персонажи, новые судьбы. Ты ничего не понимаешь. Дальторо и Отц были номинированы на премию Гильдии киноактеров и на премию «Оскар». В номинации «Лучшая главная женская роль» за фильм «21 грамм» мисс Наоми Отц. После вручения сертификатов Отц поделилась впечатлениями от съемок этого кино. Я потеряла своего отца, когда была очень маленькой. Конечно, снимаясь в этом фильме, я часто вспоминала о нем. В то время я была еще ребенком, и я не знала, как выразить свою боль от потери. Благодаря этому фильму я смогла пережить тот момент еще раз и избавиться от тех тягостных раздумий, которые мучили меня на протяжении многих лет. Этот фильм научил меня многому. Уоттс приходила на вручение премии вместе со своим бойфрендом Хитом Леджером. Номинации и награды положительно повлияли на ее карьеру. Это очень эмоциональный, тяжелый фильм. Там есть сцены, где она рыдает и кричит, и это выглядит настолько правдоподобно, что невозможно поверить, что это лишь игра. Я очень давно не видел такого таланта, такого виртуозного исполнения негативных эмоций. После просмотра фильма вы будете под сильным впечатлением. 21 грамм выиграл 4 премии на Венецианском кинофестивале. После этого Уоттс решила стать продюсером фильма «Мы больше здесь не живем». Это драма о браке и взрослении, в которой снялся Марк Руффало, а режиссером выступил Джон Каррон. Джон Каррон уговорил меня взяться за этот фильм. Мы очень много об этом говорили, но я не могла поверить, что действительно возьмусь за этот проект. В какой-то момент я поняла, что мне действительно интересно узнать, что же из этого получится. Я знаком с Уоттс, она потрясающая актриса, и я поклонник ее творчества. Я давно хотел снять Марка Руффало и Наоми Уоттс в одном из своих фильмов. Мне казалось, что из них получится замечательный дуэт. Я чувствовал, что они легко сработаются. Во время премьеры фильма Марк Руффало рассказывает о нем. Это был взрослый взгляд на трудности брака и разные подводные камни. Это откровенный рассказ о супружеской жизни в нелегкое для пары время. Этот фильм не содержит какого-то грандиозного послания. Это просто глава из жизни двух людей. Наоми была в восторге от своей героини, у которой она могла многому научиться. Мне нравятся женщины, которые постоянно совершенствуют себя, узнают что-то новое о себе. Об этом можно рассказывать в любом жанре. Это всегда интересно. Продюсирование этого фильма принесло свои плоды. Он получил награду за лучший сценарий на кинофестивале «Сансет». К моменту, когда фильм вышел на экраны, у Уотс и Хит расстались. Далее Уотс решила сняться в фильме «Взломщики сердец» с Дастином Хоффманом, Лили Томлин и Джудом Лоу. Дэвид Урассел был режиссером этого фильма. Дастин и Лили – экзистенциальные детективы, которые расследуют смысл вашей жизни. Их клиенты Джуд – Наоми, Марк, Джейсон и Хиларити. Уотс говорит о причинах, по которым она взялась за эту роль. Иногда у тебя возникают какие-то чувства, но ты не можешь понять, откуда они взялись и к чему они тебя приведут. Конечно, очень важно иметь возможность налаживать контакт не только с окружающими, но и с самим собой. Знать человека, который живет внутри. Она продолжила свой звездный путь, снявшись вместе с партнером по съемкам в картине «21 грамм» Шоном Пенном в фильме «Убить президента» покушения на Ричарда Никсона. Она также снялась во второй части «Звонка», который также оказался удачным. Макс, мне нужна твоя помощь. Несмотря на негативные отзывы, «Звонок 2» оказался на первой строчке по кассовым сборам. Личная жизнь Науми тоже не стояла на месте. Она стала встречаться с актером и режиссером Львом Шрайбером. Следующим ее фильмом стал триллер «Останься», о психологе которого играл Юэн Макгрегор, который пытается отговорить своего пациента от самоубийства. Номинант «Золотого глобуса» Марк Форстер был режиссером этого фильма. Когда ты работаешь над такой картиной, нельзя полагаться только на логику и здравый смысл. Нужно действовать, прислушиваясь к своей интуиции. Так что передо мной стояла нелегкая задача. Самое замечательное в этом фильме это то, как он был снят. Я имею в виду работу режиссера. Марк работает не так, как Дэвид Линч. Он обожает разные образы, символизм. Мне очень нравится, что в этом фильме присутствует мистика и знаки. Скажи, что случилось. Я всю ночь не спала. «Останься» снимали в Нью-Йорке. Кроме игры, Уотса любит продюсировать. Ее следующим фильмом стала комедия Элли Паркер. Она о судьбе актрисы, решившей покорить Голливуд. Это была третья картина Уотса, вышедшая в 2005 году. Четвертой стал крупнобюджетный фильм «Кинг-Конг», режиссером которого был Питер Джексон. А партнером по съемочной площадке стал обладатель Оскара Эдриан Броди. Это был ремейк фильма 1933 года, в котором снялась Фэй Рэй и версии 1976 года с Джессикой Ланш. Это легендарный фильм и легендарная роль. Она играет великого персонажа, роль которого исполнили Фэй Рэй и Джессика Ланш. Но тут есть один нюанс. Актриса, получившая эту роль, должна на секунду задуматься. Да, Фэй Рэй снималась в этом кино, Джессика Ланш тоже. Они прославились, но куда их это привело? Они на протяжении многих лет не могли избавиться от этого амплуа. Их могли представить только в лапе огромной обезьяны и больше нигде. Уотса заработала пять миллионов долларов и сама исполнила роль Девы в беде. Это фильм об одиночестве, о нашем существовании, о том, что каждому нужна родственная душа. Она просто отлично справилась со своей ролью. Просто смотрите на нее, забудьте о величии этого произведения и о масштабах съемок, забудьте о некоторых недочетах. В целом, фильм неплох, хотя и слегка затянут. Но Наоми все вытягивает, она просто великолепна. По-моему, она заслуживает больше наград, чем ей присудили. Но ничего уже изменить нельзя. Во время съемок фильма «Кинг-Конг» Уотс упала со съемочной площадки в кювет. Актриса рассказывала, что в первые секунды после падения не могла двигаться и думала, что ее парализовало. Но, конечно, этого не произошло и она была в полном порядке. Съемки фильма обошлись в 200 миллионов долларов, но они окупились и фильм заработал три премии «Оскар». После такого крупного проекта Наоми решила снова поработать с Дэвидом Линчем, изучив кролика в загадочном фильме «Внутренняя империя». В 2006 году она снялась в фильме с Эдвардом Нортоном «Разрисованная вуаль», снятый по мотивам романа Сэмерсетта Моэма. Она рассказывает о британской паре, которая путешествует по Китаю во время эпидемии холеры. Нортон лично утвердил Уотс на эту роль. Когда Наоми Уотс пришла на съемки, я могу сказать без преувеличения, что все встало на свои места. Нам было легко вместе работать. Играть несчастливую пару в разрисованной вуале было очень сложно. Мы с Эдвардом говорили об этом в самом начале. Иногда нужно было вести себя просто отвратительно. Хотелось дать пощечину и сказать «Приди, наконец, в себя». Эта пара сталкивается с довольно обычными проблемами. Мы видим, как они разочаровываются друг в друге. Они понимают, что их иллюзии насчет друг друга постепенно рушатся. И чтобы спасти их союз, они должны принимать друг друга такими, какие они есть. Буэйфренд Уотс Лев Шрайбер играл с ней в разрисованной вуале. Джон Карен, который также работал с Наоми в «Мы здесь больше не живем», был режиссером этого фильма. Они творили много разных глупостей и постоянно дурачились. Мне кажется, что между Эдвардом и Наоми была та духовная связь, которая необходима актерам, играющим влюбленных. Драму снимали в Китае. Да, мы снимались в местах, которые люди никогда не видели. Никогда. Да, и куда бы мы никогда не поехали сами. Мы несколько часов пробирались по тропам между скал, туристов по таким маршрутам не водят. Разрисованная вуаль номинировалась на премию «Золотой глобус». Наоми Уотт створила голливудскую историю. Позднее она взяла отпуск, чтобы родить ребенка. Это был первенец Наоми и льва. Она была беременна, когда снималась в фильме «Порог на экспорт» с Вигом Мортенсеном. Наоми говорит, что она была рада научиться кататься на мотоцикле для этой картины. До этого я водила мотоцикл один раз. Я приехала на площадку, улица была мокрой, 200 килограммов железа и взгляды 200 человек прикованы ко мне. Там еще были папарацци. Можете себе представить. «Порог на экспорт» это фильм о русской мафии, снятый в Лондоне. После его выхода Наоми взяла паузу. Когда ей исполнилось 40, она родила второго ребенка. В 2009 году вышли два фильма с ее участием, включая «Интернешнл» триллер об отмывании денег, в котором также снимался Клайв Оуэн. Это очень актуальный вопрос, можешь ли ты действительно доверять своему банку. Всех волнует, не используют ли банки нелегальные деньги. Так что это жизненный фильм. Я всегда хотела поработать с Клайвом и Томом. А потом я прочла сценарий на одном дыхании и знала, что должна сыграть в этом триллере. После немногочисленных и отрицательных отзывов фильм решили доработать и пересняли несколько сцен, отсрочив его выход на экран. Второй картиной Уоттс 2009 года стал фильм «Мать и дитя». Это драма об усыновлении, в которой она играет женщину с трудной судьбой. Она настолько перенесла в прошлом, что боится сблизиться с кем-то. Она постоянно меняет работу и переезжает. Наоми Уоттс всего восемь дней снималась в фильме «Мать и дитя». После этого последовала роль в картине Вуди Аллена «Ты встретишь таинственного незнакомца». Уоттс сделала себе карьеру, оставаясь верной своему таланту и своим убеждениям. Наоми Уоттс может позволить себе сниматься там, где хочет, потому что она знает, что она ужасно талантливая. Я обожаю ходить в кино. Я люблю встретиться с друзьями и сходить в кино, а потом обсудить его за ужином. Я очень рада, что я на той стадии своей карьеры, когда я имею право выбора. Я счастлива, что могу работать, где я хочу и получать от работы удовольствие. Это просто чудесно. Спасибо, что смотрели выпуск программы «Кинозвезда» о Наоми Уоттс. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. Мы расскажем о ваших любимых звездах Балеттс.